Рок-н-ролльный Ленинград, конец 80-х. Вы королева этого рок-н-ролльного Ленинграда, Сайгона. И все люди, на которых сейчас даже молятся, это все люди, которые были вокруг вас и вами восхищались. Нет, ну, восхищались, потому что я тёлка была классная. Длинные волосы, короткие юбки, хорошие фигуры. Но вы были рок-н-ролльщицей? Конечно. У меня был же Серёжа Курёхин. У вас был роман. Да, да. Вы понимаете, это сейчас-то с позиции своего возраста немножечко романтизирую. Я никогда не романтизирую, кстати. Вы вообще про этот период мало рассказываете? А ничего хорошего-то не было. Ну что, эти пары... Ты же Курёхин гений. И что? А когда тебе есть нечего, денег нет, и все они же чокнутые, музыканты, эгоистичные. Он не давал вам советов? Вы не разговаривали об искусстве? Нет, я рот открывала и слушала. Он же с похмелья знал больше, чем я на трезвую голову. Нет, я только внимала, слушала, запоминала и смотрела на них. Я была младшая, ну и на эту всю компанию, поэты. Цой. А Цой был друг Максима Пашкова, моего однокурсника. А Цой репетировал. У Максика они были прям близкие, приблизкие друзья. Я на Цой так смотрела, ну, с узкими глазами, некрасивый парень. Я думаю, какой-то дурак какой-то. Нет, ничего такого не было. Это сегодня все-все придумывают про все. Просто когда ты в реальности, в реальном времени с этими людьми... Потому что и Курёхина признали гением уже позже, после того, как... Ну просто спозже...